Это новый член нашей команды, Элина. Какая красота! Мешок травы, спасибо, вы очень добрые, спасибо. Мне больше всего нравится вот этот момент, когда мы ложь. Красота, ресторан, Андрей. Хорошие руки продал, не жалею. У тебя две минуты осталось. Получилась супер насыщенная серия. Какое-то время видосов о бизнесе не будет, поэтому смотрите, кайфуйте, подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка на него в описании, на инстаграм мистера Блинчика. Фейсбук, если что, здесь. Все в описании. Телеграм-канал, приятного просмотра. Дорогие мои, всем бодричком, что значит бизнес? Бизнес это значит 24 на 7. Вы все время работаете, работаете и работаете. Для чего вы работаете? Для того, чтобы достичь хороших результатов. Отрасль еды очень сложная. Это, наверное, какой-то прикол, да? Раз, бмэ белая. А Андрюхина бмэ, кстати, про Андрюха вам сейчас расскажу. Еще одна семерка белая. Мерседес. И еще одна белая бэха. Я всегда говорил, что люди, которые ездят на бмэ, любят блины. Давайте вспомним, как здесь было раньше. Мы вывезли два громадных грузовика. С такими длинными прицепами. Там корни, трава, какие-то пни были. Будущий бизнес. А вот мой бывший мотоцикл. Я, кстати, контакты тракториста оставлю в описании. Вообще все контакты будут в описании. Чау. Работает, красава. Знаете, по-моему, Сауспелс это уникальное место. Потому что, когда везде дождь, в Сауспелсе почему-то дождя нет. Поэтому мы и решили открыть нашу блинную на отшибе. Скажу честно, что без вашей поддержки всего этого не было бы. Потому что очень много мотоциклистов приезжает. Ребят на машинах приезжают. И вы реально нас поддерживаете. Еще вы нас поддерживаете в виде комментариев, лайков, репостов. Вы рассказываете друзьям. Они приезжают. Они рассказывают другим друзьям. И знаете, что лучше всего работает? Сарафанное радио. Инстаграм, конечно, нужно продвигать. Фейсбук тоже нужно продвигать. Но сарафанное радио это самое лучшее. Поэтому от души благодарю вас всех, кто нас поддерживает. Спасибо вам, друзья. Сейчас подошел к блинной 17.30. Бывает и такое, что гостей практически нет. Вот Артурик там один сидит только. И маленький гость у нас кушает мороженое. Здравствуйте. Мороженое, да? Ням-ням. Ням-ням, покажи, что за морожка у тебя. Третий раз уже кушаешь, да? Это новый член нашей команды. Элина. Саки, чао. Чао. Как ты упадок здесь? Да, форш? Да. Когда вы будете большими бизнесменами, сможете кататься на треке и не работать. Напишите в комментах, как вы думаете, сколько стоит одна вот такая покрышка? Кастасбе Мишелин. Мишелин Пауэр Кап. Ну, просто в комментах давайте. Сходу напишите. Мне интересно отгадать или нет. Цените это 525-го из Японии. В идеальном состоянии. Вот здесь хозяин. Передаю всем привет. Привет. Если хотите, вот такие тормоза, я в одной серии уже показал, цинковочка, аквабласт, чистка, такая резинки тоже, тоже, да? Да, ну вот эта резина, она отъездила на второй моей 34-ке. Это аквабластом тоже, что ли, сделала? Да. Она, честно, отъездила свои 30 лет, практически порвалась. Нифига себе. И потом ее, как пример, от аквабласти. Она как новенькая. Если вот такие вот вещи хотите сделать, ребята, обращайтесь к аквабласту. Смотрите, вот она, работа мечты. Вот за что мы ей деньги платим. Вы посмотрите, какое мороженое уже есть, что ли? Первое. Первое? А, ну ладно. Вот Андрюшкину первые дела, блинные. А, братан, как там? Шашлыщик. Шашлыщик, короче, нашел работу себе, да. Вот Игорек у нас здесь сегодня опять. Шашлычок тестируем, новый мангал обжигаем. Валера приехал, Андрюха на шашлыках сегодня у нас. Так, полиция вот приезжала, вот они там стоят кушают. О, Лена приехала, привет. А Леонид из Беларуси, передаю всем привет. Привет. Брест, да? Вот, смотрите, на БМВ приехал. Так, номера давай покажем, чтобы доказать, что ты из Беларуси. О, красавчик, катосик на БМВ. Андрюха на мангале стоит. У нас сегодня минусы, да, Андрея, пока что по шашлыку. Ну еще, потом гриль-зона будет крутая, все тут отстроим и покажем вам уже, когда тут столики будут стоять. Так что влог будет длинным. Вот девочки работают. Кубиночка, привет. Привет. Все работают. Молодцы, девчонки. На часах 15.50 гости потихоньку начинают приезжать. Андрей больше общается, он не работает. В смысле? Да, шашлык всегда. Какой красивый Харли Дэвидсон. У нас сегодня крутые мотоциклы, ребят. Какая красота, эстетика, желтый цвет. Я обожаю желтый цвет, один из моих любимых цветов. Ребят, все, рабочая смена закончилась. Ребята приехали, на блины не успели, зато успели на шашлычок. Андрей, шашлычок Андрей жарил. Если что-то кому-то не нравится, в комментариях напишите потом. Нового мотоцикла у нас во влоге. Какие красивые. Мне больше всего, конечно, понравилась вот эта Хонда. Офигенная. Новенькая. 125, наверное. А не 400. Не знаю. Комменты напишите. Очередное включение. Нам привезли шатры. Сегодня мы делаем электричество. Передвигаем трейлер. Собираем кресло. Ну, конечно, работаем вместе с день. Я сегодня сдал нормативы по физо. Пробежал 3 километра за 13.45. Отжался 60 раз. И 70 раз сделал пресс. Я думаю, в 40 лет это достойно. Большой бизнес начинается с малого, да, Андрей? Опять я с камеры дару. Андрюшка монстр. Сам разобрался раз, пока Дэнчик тут ездит по делам всяким. Красавчик, молодец. Передвинули скамейки. Сейчас начнется самое главное. Подгоним Вольво. И будем пробовать передвинуть трейлер туда. Я решил вынести кофемашину. Она все-таки 2000 евро стоит. Мы продолжаем операцию по передвижению трейлера. Давай-давай-давай-давай. Люк прошли. У нас тут небольшой фейл произошел. Казус. Теперь мы знаем, что с холодильника надо все вытаскивать теперь по транспортировке. Да, и надо его, конечно, закрепить будет. И нам придется мыть сегодня очень много. Хера тут качается. Там вон люди с качалочки идут, тренируются. Она мне до качалочки. Андрюшка красавчик, посадил все эти туры. Здесь все убрал, пока я там холодильник чистил, блин. Ну, просто справляется один. Тут провода закопал уже. И скручивает террасу. 13-19. Погодка огонь. 17 июня. Приехали ребята делать вот эту вторую стену. Кто не видел, они делали и эту основную стену. Вот кубиночка с Андрюхой уже подъехали. Так что сейчас мы будем опять снова заниматься делами. Поедем по магазинам. Весь день работа здесь. Пацаны в работе, снова в деле. Уже вторая серия у нас про бизнес. Элина уже научилась блинчики крутить. Молодец, умничка, да. Молен, работать будет только летом у нас. А может и осень посолим. Да? Ну, хорошо. Все, я поехал работать. Ну, а деньги это мусор. Косарь просто улетел в жопу. А так, в принципе, нехать. Ну, там со всеми всякими прикорюшками. Хорошо, что есть тачка рабочая, большая. К Андрюхе все грузят. Сегодня уже потрачено 600 евро, да, где-то? Да, больше. И плюс по времени, ну, почти что день. А нам еще ехать и ехать. Я ничего не кушал. Сейчас вот покажу, что купили. Купили дофига чего. Но самое главное, вот этот аппарат. Приедем, распакуем. Можете угадать в комментах, что это такое. Знаешь, выглядит как будто шлем для космонавта. Приехали с Андрюхой в ресторан. Сейчас будем кушать вкусняшки. Мы же рестораторы. Вот Макдональдс, наше любимое место. Да, Андрюха? Да, сейчас возьмем все меню. Я только с утра покушал и все. Что, возможно, когда будет... Невозможно, а когда-то будет сеть мистера Блинчика, как в свое время Макдональдс. Да, приятного аппетита, друзья. Бэхочка на фоне, работаем. Теперь надо самим заправить. Приехали, здесь уже мистер Блинчик. 18.49. Вот они, блядь, чили. Подожди, чили, да? А мы с Андрюхой работаем. Ну, мы когда-то тоже будем чили делать. Когда-то будем. Чувулина первая за пара сегодня. Раш под конец дня рабочего. 16 заказов. Да, была Ань? Да. Смотрите, работаем до 7. Сейчас уже без 28. Аня еще крутит Блинчики. Еще долго буду крутить. Еще долго крутить? А сколько тебе еще заказов? 8 блинов. Еще полчаса. Нормально. Так, на часах 13.11. Я, как успешный бизнесмен, приезжаю немного попозже. Сегодня покажу, как мы облагоустроили. Поставили шалаши, точнее шатры. Посадочные места. У нас сегодня на смене 3 девочки. И один мальчик. И один мальчик, да. Кубиночка говорит, что появление сидящих... У меня три туалета ВИПа. Средничество. У нас два раза. Да. Туалет. Туалет. Да, гостям нравится. А вот наш победитель. Наш победитель в конкурсе мистера Блинчика. Нам еще нужно немножко повернуть логотип вот в эту сторону. Сделать электричество, потому что сейчас подсветка не работает. Идет дождь. И мы хотим поставить здесь еще один шатер. Будет три шатра. Ну, больше, к сожалению, мы не можем организовать сидячие места с шатрами. Потому что, ну, сами видите, сколько у нас тут места. Вот ребята с Украины приехали. Украине огромный привет. А где в Украине жили? Николаевского. Да, Николаевского. На блинчике. На блинчике. На блинчике. Приятного аппетита. Петрову догадить. Петрову догадить. Если хотите с Андрюхой сфоткаться, приезжайте в Блинную. У меня здесь секретный список. Приехал парень, который смотрит нас всех на Ютубе. Он нас всех запомнил. Вот отчет будет. Вот эти все имена, которые здесь. Он заказывает деревенский блинчик. Да. И, скажем коротко, Алекс 4 семерки. Кто хочет, передавайте привет. Спасибо. Мы с Андрюшкой немножко в ахере сейчас, да? Что происходит? Приехал парень, на 100 евро блинов заказал, всем оплатил. Да, тебе привет. Привет, Алекс, да. Так, мы работаем дальше. Я даже не могу передать эти ощущения. Они настолько приятные, настолько чистые. Вы красавчики. Спасибо вам за поддержку. Мне очень приятно всех вас видеть и встречать в нашей блины. Спасибо. Погода очень плохая, идет дождь. Но вы видели, что гости есть. Что важно? Нам нужно запустить доставку. Нам нужен автомобиль. Вообще, нужно все структурировать, организовать работу. Ох, сколько же работы. Но это настолько приятная работа, которую делать в кайфе. Он нормально выглядит. Ну, типа... И, посмотрите, вот Артур. Если кому трейлеры нужны будут, я не знаю, когда это видео выйдет, конечно. Вот он распродает трейлер. Сейчас будем узнавать, что почем. На выкуп можно в лизинг, можно взять что-то. Бизнесмены сидят. Да, блин. Сколько там? Год назад примерно вот так же сидели, когда кебабы хотели. Суши хотели. Суши хотели. Суши хотели, да. А теперь мистер шашлычок. Мистер блищ, мистер шашлычок, мистер пивчик. Мистер пивчик. Небольшой минус этого трейлера в том, что у него нет ручника. У него вот четыре такие подставки. И вот такая вот тяга, да. Итак, мы открываем наш новый бизнес. Точнее, наш новый старый бизнес. О, какой прикольный. О, блин, он прикольный. Вот такой удобный. А, да, теперь здесь блинный будет, да? Это очень удобный. И смотри, для нашеи эти. Смотри, каракленно прикольное. Нет, здесь у нас стейки, гриль, мясо. Все вот у нас тут будет. Круто! Вы уже, наверное, заметили. Позади меня наикресивейшее здание. Мы сделали арт-объект в Саусплесе. Кстати, спасибо Саусплес Визит за то, что они поддерживают нас хотя бы словами. Конечно, хотелось бы как-то и финансово поддержать. Но ничего, мы справимся. И, конечно же, вы заметили шатры, которые мы поставили. С Андрюхой. У нас есть сидячие места. Вы смело можете звонить, резервировать столик. Что будет зимой? А зимой будет солянка. Зимой гости будут приходить, потому что зимой мы уже работали. Зацените, какая красота. Если кому-то что-то нужно красиво сделать, разукрасить. Нет, точнее, сделать красивый арт-объект. То, ребята из Hotboys в описании. Спасибо, Hotboys, вы красавчики. Субтитры сделал DimaTorzok Компания приехала с Резвук. Кому хотите передать привет? Привет всем Резвукничанам. Резвукничанам. Садик убедите. О, нифига себе. А, это по-латгальски, да? Пчелка. Пчелка. Вот ребята приехали, сидят под шатром, кайфуют. Погодка не очень. Приятного аппетита, дорогие гости. Спасибо. Так, Денчик на фритюре. Посмотрите, какая картошечка офигенная у нас. Ване перерыв. Ну, она молодец. Она вчера много работала. Привезли мне мешок травы. Спасибо, вы очень добрые. Спасибо. Вы блинчики высота заходите. Хорошая трава. Сейчас мы с Андрюхой ее будем использовать, эту траву, да? Спасибо высшего сорта. Ммм, сердечки, ресторанное блюдо готово почти что. Вот, Владислав привез сосиски нам. Это будет ла сосисо. Ла сосисо блин и буду, да? Мы тестируем вот это для сосисо блинчик, для студентов. Там сыр, огурчик и эксклюзивная сосиска. Сейчас попробую. Вкус детства. Все, ну, неплохо. Прикольно. Вот девчонки пришли покушать, мы их угостили шашлычком. Как вам блинчики вообще? Очень вкусные, спасибо. Вкусные, да? Не первый раз. Не первый раз? Да. Молодое поколение поддерживает семейный бизнес. Спасибо. Пора для сахарной ваты за 500 евро. И он говорит, ну, давай попробуем просто, сахар и делаем. Окей. Андрюха красавчик, уже крутит сахарную вату. Пацаны пришли на тест. Для спорта чисто на спорте такие сахарные ваты навалить. Ну, ты не пуляешь, очередь. Очередь уже за сахарную вату. 20.13, завершение дня. Шашлыка у нас осталось овер дофига. Но ничего страшного. Все впереди. Ждем вас в гости. 18.39, весь день идет дождь, но мы не сдаемся, да? Еще один денечек, и все потом будет готово. Смотрите, фотосеты у девчонок. А у нас локоней, сауспелсы, кстати. Привет. Вот так вот влоги делаются. Пчонки, молодец. Сегодня работают вдвоем. У нас типа выходной сегодня. Анисия рука. Как вкусно пахнут блинчики. Делаем, тестируем маленькие блинчики дома. Параллельно работе и всем остальным делам. Мы очень давно хотели потестировать вот эти маленькие блинчики. Сатан. А я маме сразу сказала, что мы днеслили. Надо нас необычным красоту такую делать. Мы купили вот этот трейлер за очень хорошие деньги. Начинаем его понемножку обустраивать. Будет у нас тут новый логотип с нашим новым брендом Mr. Green Lynch. Как вы помните, этот трейлер мы заказывали в Польше. Этот трейлер мы купили уже в Латвии. Кстати, еще есть доступные такие трейлеры. Кому интересно, пишите в инстаграм. Ссылочка на инстаграм в описании. Мы поставили холодильник. У нас будет здесь два фритюра. Рабочая зона по мясу, по грилю и маленькие блинчики. Плюс еще, скорее всего, какие-то напитки. Теперь у нас как в ресторане есть сидячие места. Мы купили такие шатры. Будет очень много различной интересной подсветочки. Как мы помним, зимой этот дуб подсвечивался. Все будет атмосферно. Там у нас будет гриль-зона. В этом здании мы поменяем все окна, потому что, возможно, у нас наверху будет цех. Мы хотим сделать этот светофор. За окна получилось 1700 евро. У нас новый сотрудник, Эвелина. Она делает супер-тортики. И, как всегда, на смене Элина. Привет, да. У нас девчонки универсальные, все умеют делать. И блинчики, и на кассе, и тортики умеют делать. Как у нас сегодня дела, Элинка? Вопрос дела? Да. Ты не устала? Сегодня третий день подраться, но нет? Нет, все хорошо, да? Молодая, энергичная. Сейчас мы какой блинчик делаем? А я послушаю. Какой? Заминяй. Заминяй. Это деревенский блинчик, друзья. Вот тесто, которое мы сами замешиваем с вечера. Девчонки сами все делают. Мне больше всего нравится вот этот момент, когда мы ложим шкварочки на сковородку, и они шкварчат. Купили вот такой вот недорогой гриль для стейков, для шашлыка. Купили еще один мангальчик. Я не помню, сколько он стоил. По-моему, около 100 евро. Это где-то 120, наверное. Все у нас на цепях. Для мотоциклистов работает скидочка 10%. Приезжайте, пока лето. Зимой приезжайте на автомобилях. В холоде не придется стоять, потому что у нас специальная система пейджеров. Вы сидите в автомобиле, пейджер пикает, вы приходите, забирайте свой заказ. Фига, лаки 13. Нифига тут рекламка подъехала. На часах 13.10, гостей очень много, уже погодка сегодня не очень. Так, вот, приехал Тём. Привет. Так, тестируем шашлычки, сейчас он пожарит нам. Возможно, до сентября будет нашим главным шашлычником. Рома давно в моем влоге не был, наверное, года два уже. Да, Ром, привет. Как дела? Отлично. Отлично. Мой Урал, который я продал когда-то. Как катается? Отлично. Отлично, да? Супер, да. Хорошие руки продал, не жалею. Немножко скучаю. Урал, как всегда, ссыться маслом, но это нормально. Сахарновато рулит. Нам надо натренироваться, потому что мы едем в Энспилл скоро на фестиваль еды. Стоило ждать. Да, стоило ждать. Подача не разочаровала, да? Да. Главное, чтобы вкус был вкусный. Приятного аппетита. Ля, какая красота. Ресторан, Андрей. Летс го. К Андрею у нас стейки бахает по моему рецепту. Я пересмотрел 125 видосов. Рецепт не открываем. Ребята приехали из Финляндии, очень приятно. Привет, Финляндии. А сами с Украины, да? Да, из Киева. Киеву огромный привет, спасибо. И вот подарочки мне привезли. Да, из Финляндии. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сегодня решили все приехать свои покушать. Как раз плетики попросили, у нас есть плетики, пожалуйста. Привет. Вот Эдженька в моем влоге. Привет, Эдженька. Привет, Денис. Если какой-то антиквариат, заказывайте в Риджи. Смотрите, какую Андрей красоту сделал ресторану. Это с собой шарлоточку мы запаковали. Ну, красавчик, ресторатор. Ресторатор от Бога. Так, это Е39. А это ребята из Литвы приехали. Привет. Огромный привет, Литве. Спасибо, что приехали. Так вот закончился наш очередной рабочий день. Вы знали, что Магдональдс – это ресторан? Поэтому мы тем более можем называться рестораном. Ресторан уличной еды. Атмосферный ресторан. Необычный ресторан. По-моему, получилось очень здорово, красиво, атмосферно. И этот дуб придает здесь атмосферу. Что вы не думали, Денис? Я тоже работаю. Да, он микроблинчики делает. Микроблинчики. Без помидор? Без помидор? Без помидор? Да? А у тебя мало времени, мне кажется, ты не успеваешь. У тебя две минуты осталось. Это не у меня, это у нас. Ну что, Денис? Переворачивай. Сейчас. Идеальный день, я чувствую, я готов. Вообще, должен быть так. Хопа. Вон. Оп. Ты видал? Опа. Видишь, что тесто чуть-чуть закосячило? Опа. Ну вот это прям хорош. Первая красавчика. Там перевел тесто, да. Хотя тоже нормально. Ну, нормально.